здравствуйте граждане стендовые моделисты начинающие продвинутые и профессионалы в этом видео рассмотрим очень интересную тему как то создание травления собственными руками ну или как еще говорят домашних условиях инструмента оснастки будет много и материалов тоже поэтому рассмотрим основные начнем с материала использовать будем медь листовую толщина которой составляет но и целая одна десятая миллиметра на мой взгляд это оптимальная толщина почему медь потому что это самый благодарный цветной металл так как он имеет хорошую пластичность особенно после отжига про отжиг вы можете посмотреть видео которое называется пламя решает все нет пламя меняет все сам забыл название своего видео так меняет все ссылочку оставлю в описании и подсказка тоже должна всплыть надеюсь она всплывет медь хорошо появится и немаловажный момент есть еще один такой как то травильный раствор для меди можно создать вниз смешать самостоятельно из очень дешевых ингредиентов которые фактически находятся практически фактически находятся всегда под руками да кстати не должно быть вот таких заломов вот они есть всяких там всякой там волны и прочего материал должен быть ровным опять же медь хорошо выравнивается а лучше всего конечно купить хороший прокат заводской аккуратно с ним обращаться и тогда выравнивать вообще ничего не будет нужно и так медь у нас далее возьмем вот такой белый лист бумаги чтобы было видно далее макет вот так он выглядит но это лист целый это одинаковые все у нас изображение тут есть такой момент лично я рисовать макеты компьютерных программах не умею это создавал мой друг коля большое ему за это спасибо так вот есть важная особенность макет необходимо рисовать в векторном виде потому что если чего-то взять и просто сосканировать а потом распечатать то линия будет зубчатой а нам это естественно совершенно не подходит плюс ко всему распечатывать макет на пленке у меня тоже не получается потому что нет специального принтера обращался лично я в фирму которая занимается полноцветной полиграфической печатью а все тны вот у них есть специальный такой аппарат который рисунок макета выводит на пленку причем тоннер обратите внимание здесь очень плотный такой плотно черный что немаловажно давайте мы вытащим извлечем так сказать у нас тут есть вот такой макет 2 травление будет двухсторонним вот вы можете видеть здесь у нас лицевая сторона ну скажем так сложным рисунком отельная сторона просто такие черные плашки почему с двух сторон нужно травить раствор работает во все стороны и вот если травление будет происходить происходить с одной стороны то великие шансы того что это самый раствор начнет подтравливать под плашку вот эту под макет и естественно потом этот макет может осыпаться что приведет к очень нехорошим результатом а если травить с двух сторон то подтравливание будет гораздо меньше то есть этот макет вот мы разрежем пополам потом эту часть совместим вот с этой частью ну скажем так верхнюю часть лицевую часть совместим с тыльной частью для этого необходимо обязательно вот такие кресты предусмотреть толщина линии креста не должна превышать 0,1 миллиметра если будет толще линия то совмещать будет не очень удобно лучше всего вот в этот крест вписать круг диаметр круга должен быть меньше чем длина линии креста ну тогда вообще будет комфортно комфортное совмещение важный еще момент вот лицевая часть ложится на тыльную часть в идеале конечно одну секундочку необходимо делать обратный макет то есть чтобы тоннер вот тоннер у нас лежит прилегал плотно к поверхности металла данном же случае он будет немножко от оторван от этой от меди на толщину вот этой вот пленки не идеал но должно получится неплохо ну вот так вот этот макет выглядит далее основное так сказать наш герой это жидкий фоторезист называется он можете прочесть позитив это обыкновенный по сути дела на как разочный материал наносится он как вы понимаете из баллона имеет очень высокую текучесть и имеет очень ощутимый запах потому что его основан на нитро у него нитро основа скажем так поэтому работать нужно вы хорошо проветриваем помещение в чем его основная особенность после полимеризации этот самый фоторезист скажем так чувствителен к ультрафиолетовому излучению ну к ультрафиолетовому свету то есть те части лакокрасочного покрытия которые не были защищены давайте еще раз вернемся сейчас одну секундочку для наглядности не были защищены вот черным тоннером они после за после засвечивания вымоются специальным проявочным раствором на основе щелочи а те участки которые были под черным тоннером они останутся на месте вот и получится вот макет таким образом получится перенести на металл при помощи вот этого фоторезиста этот самый фоторезист скажем так не боится даже активных кислот а вот щелочь и нитро растворители на него воздействует поэтому это нужно помнить чтобы не перепутать какой-то момент работы и не получилось такая неприятность не получилось далее ультрафиолетовая лампа вот так она выглядит мощностью 11 ватт давайте посмотрим что она из себя представляет вот такая простая модели сейчас огромное количество вы можете выбрать какая вам больше подходит какая с какой вам больше нравится работать это не имеет значения главное чтобы она была и излучал ультрафиолетовый свет скажем так далее у нас идет важный момент обыкновенная лампа накаливания в инструкции к жидкому фоторезисту сказано что работать с ним необходимо при лампе накаливание мощность которой не превышает 60 ватт это обязательно далее не по мелочи да нет ну подождите до стекла прижимные это орг стекло на котором должно быть в очень хорошем состоянии не должно быть никаких сколов трещин царапин потому что от этой трещины скола и царапины пойдет тень на сюжетно важную часть металла и потом может получиться так что на какой-то детали будет какая-то тяточка какая-то там жучок какой-то какая-то там звездочка которая в общем-то испортит обрез нашей заготовки скажем так далее разного рода химия вот такого плана из этой химии чтобы вам было видно давайте так красиво в кадр поставим на хорошо из этой химии будут будет будем создавать смешивать раствор для проявки и раствор для травления но так вот заявил пусть будет так сказать ознакомились и хорошо следующие ну вот такая вот посуда это тара от йогурта если кто употребляет то вообще замечательно кто не употребляет придется купить съесть и будет у вас очень хорошие емкости для травления и промывки или наоборот там здесь травить здесь промывать далее вот тут уже по мелочи хотя нет не совсем по мелочи пинцет знаменитый но если кто смотрит видео на моем канале пинцет специальный так сказать который не боится кислотно-щелочных растворов пинцет обыкновенный скотч резинка для стирания карандаша вот такие вот не сопротивляться должны попасть так сказать в историю щипчики канцелярские металлические без них тоже кстати никуда ну и пожалуй наверное все да в общей сложности разобрались далее приступим к подготовительному периоду для начала займемся медью необходимо отрезать нужные нам квадраты потому что один макет у нас днем размер макета у нас с запасом по миллиметру на каждую сторону составляет 37 миллиметров давайте возьмем нож возьмем линейку и приступим к разрезанию резанию так сказать смотрим у нас здесь сколько 37 хорошо есть так вот так у нас получилось 37 37 и необходимо скажем так сделать 5 миллиметров запаса это нам понадобится для работы при нанесении фоторезиста теперь будем резать путь с 11 видеть чем стараться слышать давай отрезайся есть такое дело отделился первый лист готов следующий есть такое дело есть спешить не нужно есть так вот наши две пластины нужного нам размера дальше как говорится естественно необходимо их почистить почистить нет давайте сначала мы их выровняем подровняем потому что все таки есть небольшие тут помятости подрутости незначительные но немножечко облагородим так сказать до этого возьмем две вот такие вот пластины плиты и и таким образом подровняем подровняем я сейчас я сейчас отрезан теперь его нужно почистить естественно прикасаться после того как почистим к металлу пальцами нельзя это ни в коем случае потому что жировые отложения на пальцах существует всегда а материал должен быть чистым стандартный способ обыкновенная резинка для стирания карандаша придется немножко конечно потрудиться вот но метод в общей сложности самый простой и эффективный а я тут пальцем трогаю ну елки-палки давайте мы переоденем до переоденем наш напальчник да вот так вот так это будет удобнее теперь совсем другое дело так теперь немножечко уберем при помощи пинцета уже будем переворачивать и другую сторону таким же способом почистим следующий лист ну что вроде как вроде как да да почистить хороший получился чистый материал по факту он готов к нанесению на него фоторезистор дальше же мы займемся подготовкой макета и так вот наш макет лицевая часть и тыльная часть эту часть будем совмещать с нижней частью при помощи вот данных крестов естественно необходимо защитить пальцы в смысле прикасаться нельзя к макета чтобы не оставлять отпечатков потому что отпечаток можно дать дать тень что дальнейшем отразится а может отпечататься на фоторезистор давайте замерим сколько здесь у нас получается расстояние какое смысле между вот крестами вертикальными рисками креста 9 миллиметров по четыре с половиной давайте отметим приблизительно это вот тут у ю ю ю ю ю где-то здесь хорошо и разрежем хорошо должно получиться ладно следующий наш шаг возьмем скотч и надрежем такой небольшой кусочек один и второй кусочек теперь нам нужен еще один отрезок так липни что хороший скотч так его отрежем необходимо положить его вот клеевым слоем к нам к себе да ай-яй-яй и зафиксировать двумя вот этими вот кусочками скотча которым отрезали ранее так и сюда ровно чтоб натяжку 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 немножко криво пони чем он очень широкий поэтому нам необходимо отрезать немного вот так вот приложим сейчас линейку чтобы она да не прилипла к этому самому скотчу и вот так под отрежем что я бы он слишком широкий отрезали по идее должны были ответы да он на темном же лучше ну совсем другое дело убираем эту часть она мне нужно и вот сюда подклеиваем нижнюю часть макета аккуратно естественно так вот повернем боком чтобы лучше видно да так это половина половину да есть давайте вот этой штукой прижмем видно вам да хорошо так вот аккуратно прижмем естественно не будем трогать так сказать сюжетно важную часть и вот теперь начинается самый важный ответственный момент перед тем как это сделать совместить имеется ввиду тут закрой мы возьмем ничего страшного поменяем линзу потому что у меня стоит пятикратная сейчас а есть десятикратно можете видеть разницу вот такая здоровая ну чтоб покрупнее было сейчас заменим отлично держится да хорошо мы будем совмещать будем совмещать на кстати да но для начала отрежем попробуй тут видно все отрежем все таки скотч наш он имел свободный ход кстати да почему его не загнел 10 крат это конечно серьезно и начинаем накладывать друг на друга поехали процесс очень такой курс понятный о о о вот теперь есть и нужно прижать аккуратно сверху и не проверить совпадение о вот теперь у нас получается то что нам нет не совсем так конечно получается но по вот мы его и подклеили да сами считая смещение нет смещение вроде нет так тут нам нужно его ничего не вижу честно говорю что на белом фоне нифига не видно так стоять тихо 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 пальцами отступаем и доклеиваем так вот так верну совмещение есть я вам скажу очень даже неплохо не очень даже хорошо ладно отпускаем так убираем нашу десятикратную линзу пока что основное мы сделали дальше посмотрим через пятикратную поехали дальше так загибаем 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 есть такое дело есть есть но давайте для начала низ отрежем ну чтоб он слишком многое здесь естественно давить не нужно просто моим посты нож так же процедура повторяем так берем отрезанный кусочек закрепили так хорошо переберем переворачиваем сюда прихватили здесь прихватим есть этой штукой прижмем и вот теперь опять смотрим на совмещение тоже сейчас очень важно совмещение чтобы было все ровно и красиво с крестами нашими до зацепить же его еще нужно он стоять 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 и вот так мы его положили 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 ну и третья сторона кусочек побольше это убираем и прижмем аккуратно совместилась да ну вы что серьезно свершилась свершилась потом следующий момент нужно взять вот так вот линейкой и пройтись ну так елки-палки и так что в итоге а в итоге получился вот такой конвертик как вы видите давайте покажу так вот он конвертик и сюда будет вставляться наша медь которая будет покрыта фото резистом вот так это выглядит второй макет по той же технологии сделан чуть заранее но как это происходило вы видели ну и нам нужно рассказать что это вообще такое потому что как-то непонятно да что 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 это будет вот скажем так здесь у нас звезды на без козырку краснофлотца а также пуговицы на его бушлат в масштабе 1 к 9 здесь же у нас секундочку так видно да чресплечные ремни вермахт пряга и вот эта штука называется я не помню как называется но вот на нее крепятся вот эти вот самые ремни в масштабе 135 это все для военной исторической миниатюры в общей сложности давайте положим вот так чтобы покрасивше было да вот так в общей сложности два макета готовы а дальше мы приступим к нанесению фоторезиста на наши медные заготовки и так вот наш фоторезист или так вот наша заготовка медная и и необходимо прихватить вот таким вот щипчиком вот таким вот образом как раз вот это техническое расстояние в 5 миллиметров мы оставляли вот для вот этой вот процедуры скажем так это первое так это у нас 2 аккурат ну и сейчас начнем наносить наш фоторезист собственно взболтать то его может нужно немножко хотел и так взболтанный был так вам будет видно хорошо и так расстояние от колпачка от сопла скажем так до нашей цели ну так будем говорить примерно сантиметров 20 итак начинаем об об обратите внимание какой он текучий и вот это вот теперь необходимо вот такими движениями стараться и чтобы он растекался равномерно по всей своей площади течет и течет обратите внимание почему 5 миллиметров все-таки между скажем так соприкосновением прищепочки и вашей лату медной заготовки вот такой вот получается не долив краски не долив лака а также почему происходит не знаю тут вот эти особенности я к сожалению не могу объяснить вот это вот конечно не хорошо почему получилось не знаю бывает такое объяснить не могу так с этой стороны хорошо а нет там лак есть кажется давно давайте еще раз чуть-чуть его фос ну скажем так все фоторезист прекратил свое движение теперь можно его спокойно оставить в сторонке вот в таком положении естественно второй подопечный второй пациент а ну-ка так вам видно есть как правило что оттелеть и 힘든 род Bakery клой как вPE и опар ereurg колполость верotes 4 доброедон Hello Hello True 전�generation так он течет 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 пыль попала ой огонь они а что-то двигается да он ведь и двигается еще нужно еще вращать обратите внимание какая пошла вот такая вот потемнение такое ну вроде как все то есть процесс движения лака ас остановился да то есть он находится в состоянии покоя еще раз хочется обратить внимание вы наверняка видели какой он текучий что рекомендует инструкция дальше данный лак необходимо либо просушить в духовке при температуре 70 градусов течение 15 минут причем температуру необходимо прибавлять плавно либо оставить на 24 часа естественно в темном месте без доступа солнечных лучей вот чтобы слой лака хорошо просох нас устраивает вариант 2 больше чем первые поэтому вот так мы поставим вот так поставим чтобы вам было видно хорошо папа 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 так нежелательно конечно стоит стоит в общей сложности процесс и процедуру вы видели оставим на полную просушку на сутки в темном месте наши вот уже две пластины а дальше продолжим заниматься созданием фото отравленных деталей по стечению обстоятельств прошло не 24 часа а 48 часов вот так получилось необходимо сказать несколько слов по предыдущему процессу в плане нанесения все-таки конечно желательно избегать вот таких вот наплывов наливов да потому что проявитель будет работать здесь дольше нежели в более светлом участке фоторезисты может получиться что тут мы не до проявили а тут уже норма и тут норма а тут перепроявили так вам видно да а вот так ну ничего я думаю что все хорошо получится теперь освобождаем ухты ну да прилипло так знатно то видно вам да у 1 аккуратно аккуратно положим сюда вот так и второй наш не погнуть если так давай эти есть хорошо теперь необходимо нам избавиться от этого вот запасного расстояния который мы оставляли давайте попробуем отрезать ножницы кстати да еще один момент после того как фоторезист высох инструкции в инструкции говорится что пользоваться можно уже вот данные вот на данное нанесение в течение четырех недель ну то есть не нужно там покрасили до нанесли и бишь высохла и бежать дальнейшие действия существует 4 недели у вас есть это достаточно удобно сегодня завтра нанес а потом через четыре недели внутри недели осуществил дальнейшую работу отрезаем отрезаем немножко погнется до ничьи а нет не погнулась ну вот так оставим до 2 наша пластина так вот вот она поехали режется легко кстати хорошо раздвигаем без нам вот эту вот пластину нашу иди сюда аккуратно да и вот так вот старт 100 как так как вот этой стороны встали это или этой давайте этой вот сюда нужно поместить вовнутрь этой вам видно да опять же сейчас мы работаем при лампе 60 ватт лампе накаливания чтобы избежать любого попадания ультрафиолетового излучения на наш на наш фоторезист ну вот так пока временно поставим на давайте вот так лучше вставим да да точно теперь ты совсем другое дело темновато 60 ватт ну чё не поделаешь так надо он есть пока примерно так дальше дальше возьмем наши стекла режимные до начала так сказать оденем все таки перчатки кстати потеплело смена костюма было до фраг сменили на летний вариант скажем так и так одели мы перчатки слава богу да хорошо немножко пока в сторону вот так извлекаем наши стекла прижимные опять же хочу напомнить это орг стекло это не стекло а орг стекло раз два 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 такие прокладочки между ними чтобы не дай бог не царапали друг от друга и 34 есть такой вот так сверху прижимаем и возьмем наши щипчики 1 2 3 4 вот такая конструкция получается так это ляжет аккурат положили накрываем прижимаем есть и 4 а дальше нас ждет так сказать засвечивание засвечивание будем производить вышеупомянутой лампой ультрафиолетовый ультрафиолетовый вот так поставим да давайте вот так поставить вам видно да и вот она у нас въезжает кадр вот такая вот мне там проехала а здесь въехала так видно вам что важно расстояние от лампы до до объекта составляет примерно 150 миллиметров давайте возьму все таки линейку нам поменьше да ну да вот от поверхностей 150 миллиметров при такой высоте источника света и при мощности 11 ватт выдержка должна составлять 25 минут одну сторону мы засвечиваем 25 минут потом переворачиваем и вторую сторону засвечиваем 25 минут дальше берем естественно темные очки это должно быть стекло понимаете обязательно тут хоть и не вне мощное излучение но лучше зрение поберечь представить мы себе что мы на пляже на солнце загораем так часы должны быть вот там они есть и включаем нашу ультрафиолетовую лампу запускалась запустилась отлично скорректируем сейчас я привстану даст коррективы в общей сложности ждем 25 минут время пошло засекли да ну а для вас как говорится время пролетит незаметно и так небольшая поправочка не 25 минут а 35 минут нужно засвечивать одну сторону первые 35 минут прошли просто возьмем и перевернем ну чтоб другая сторона у нас уже так сказать подвергалась засвечиванию да хорошо дальше ждем вторые 35 минут прошло еще 35 минут можно выключать нашу лампу как говорится пляж закончился солнце зашло за тучи можно снять очки ну в общем вот такая процедура была теперь можно освободить так сказать так сказать наши заготовки медные так вам видно да хорошо выходи раз выходи два естественно пока ничего не видно потому что следующий этап процесс это процесс проявки собственно к нему сейчас и приступим прежде всего нам необходимо будет приготовить проявитель для этого нам понадобится вода вода 100 миллилитров мерная такая емкость вода должна быть кипяченой отстоянной а лучше всего конечно же дистиллированной дальше едкий натор такой вот химикат есть с аббревиатурой ч да вот такой то есть чистый для анализа понадобятся ювелирные весы об этом всем подробно рассказывалось в видео окрашивание металла в химическим способом часть первая ссылочку оставлю в описании ну и подсказочка должна всплыть по идее итак ну что начнем конечно же нам нужно точно развесить этот самый едкий натор а понадобится его нам 0,7 грамма на 100 миллилитров воды 0,67 ну тут то что рассыпалось это конечно не очень хорошо сейчас мы это дело соберем обратите внимание что едкий натор при соприкосновении с воздухом начинает вот так блестеть лосниться да возьмем кювету вот такую ну на всякий случай ну чтоб если вдруг разгив произойдет то ничего чтоб страшного не было с уже капнуло видите важный момент нужно его обозначить и сейчас и здесь в этом видео палочка для перемешивания стеклянная посуда стеклянная тоже кстати при взаимодействии едкого натра с водой происходит химическая реакция с бурным выделением температуры поэтому едкий натор необходимо добавлять в воду небольшими порциями и нет то есть температура может подняться до такой степени что даже толстостенная стеклянная посуда может просто напрасно треснуть от температуры если если это разольется можно порезаться ну то есть это не очень хорошо Осторожно, вернее. Осторожно, значит, правильно. Правильно, значит, осторожно. Почисто одно и то же. Так, видно вам, да? Вот, едкий натор, растворяйся. Растворилось, да? Вот он уже прилип даже к бумаге, да? Потому что стал еще больше лоснится. Такую липкость, клейкость получает, да? Кстати, а все-таки емкость стала чуть-чуть теплее, кстати. Ну да. Все, готово. Растворился. Рядом должна находиться вода. Теперь главное не перепутать, да? Ну вот у нас справа вода, слева у нас проявитель. Вода для промывки тоже должна быть либо отстоянной кипяченой, либо дистиллированной. Ну что ж, теперь необходимо защитить руки, естественно. Потому что название едкий натор говорит за себя. Едкий. Отлично. Хорошо. Прям как хирург. Ну теперь будет очень ответственное мероприятие. Ну давайте. Поехали. Нет, раствор слабоват. Так, промываем сразу же. И добавим туда еще, я думаю, столько же, да? 0,7. Бумажечку рано-то сняли, да? Ну ничего. Сейчас мы ее, так сказать, приведем в чувство. Да. Такая неказистая она получилась у нас. Пожеванная. Назовем ее так. Так, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Тихо, тихо. 0,75. Хорошо. Пойдет. И по чуть-чуть. Уже прям сюда непосредственно. Емкость. Не будем мы больше мять нашу бумажечку. Вот так, аккуратно. А вдруг еще пригодится? Есть, да? Растворился. Хорошо. Еще раз. Да, есть такое дело. Ну что ты не вымывайся? О, пошло дело. Пошло. Рискнем. Рискнем. Риск, благородное дело. Ну главное не испортить, конечно. Риск, риск. Ну нужно же не испортить, да? Ну тут вот вы можете видеть, как неплохо получается, да? Так, ну вымылось, да? Здесь. О, о, да. Тут красота. Вообще. Так вам видно должно быть, да? Можно видеть, как произошел процесс проявки. Все, это нормально. И вот так вот промокнем. Аккуратно. Раз. Недолго, да? Оп. Все. Впитало. И хорошо. Ну, первый макет у нас, вот так, да, видно, получился. Боится? Боится. Куда денется, да? А вот тут, вот видите, наплыв такой. Ах. О, неплохо. Неплохо. Да? Глаза боятся, руки делают, да? Ну, ладно, давай уже, вымывайся уже. О, ну, получилось. Ну, получилось, да? Да. Есть. Есть. Да, вот так вот салфеточку прижмем. О, какая прелесть. Ладно, сейчас рассмотрим поближе. Некоторые, вроде бы как, чуть смыли, а некоторые нормальный рисунок остался. Ну, при травлении посмотрим. Ну, тыльная часть замечательная. Отверстие, он, все есть. Пуговицы и звезда. Для краснофлотца все есть. Все, ничего не испортилось. Ну, здесь понятное дело. Вы стали очевидцами достаточно такого рискованного, ну, сложного момента. Это сложно. Когда, особенно если нет постоянной практики, это сложно, будем говорить так. Процесса переноса рисунка макета на металл при помощи фоторезистора, жидкого, так называемого. Ну, что ж. Следующий у нас этап будет заключительным. Как-то непосредственно само травление. Собственно, к нему и приступим. Первым делом необходимо, так сказать, нахимичить травильный раствор. Что для этого понадобится, что для него понадобится. Ну, первое, это перекись водорода трехпроцентная. Можно приобрести в любой аптеке. Цена, ну, просто копеечная. Следующий ингредиент. Кислота лимонная. В любом супермаркете можно купить за очень скромные деньги. И третий ингредиент. Соль кухонная. Или, как называют ее, поваренная. Ну, это есть вообще у каждого дома. Даже никуда ходить не придется. Вначале отмеряем перекись водорода. Вот есть такая вот мерная у нас емкость. Сейчас откроем. Открывайся. Аккуратно. Делай. Есть такое дело, да? Нам понадобится целых 100 миллилитров этой самой перекиси водорода. Аккуратненько ставим. Чтоб не разлить. Вернее, давайте не так даже. Ну, зачем нам? Вдруг прольется что, да? Вот наша кювета. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Тут не надо так. 100 миллилитров. Есть такое дело. Лимонной кислоты нам понадобится 15 грамм. 15 грамм. Тихо-тихо-тихо. 14,77. 15,09. И сюда же добавим 5 грамм соли. 4,91. Ура! 4,99. Открываем. И аккуратно высыпаем сюда содержимое, так сказать. Так, хорошо. Аккуратно, аккуратно. Растворилось. Да, растворилось. Хорошо. Далее у нас вода. Обыкновенная, так сказать. для того, чтобы в случае чего остановить реакцию, скажем так. Берем вот так. Так, как бы вам, чтобы было поведнее. Да, ну давайте так. И просто пару движений, чтобы не появлялись пузырьки воздуха на поверхности. Все, раз. Ага. Легло. Ну, е-е-е, это не очень хорошо. Давайте мы его поставим все-таки. О! Ну, вообще замечательно. И вторая. Второй наш макет. Да? Прихватили. Сразу резко так, чтобы пузырей, как я сказал, уже не было. И вот с этой стороны поставим. Да? Поставили? Поставили. Ну, процесс, скажем так, небыстрый. Будем ждать. Ого, бульбы пошли. А реакция-то пошла. Видите, да? О! Так. Вот так вам видно, наверное, да? Металл вот начинает. О! Уже отверстия. Уже сквозные есть. Так, секундочку. Останавливаем. Уже есть. Уже есть. Хорошо. С этой стороны и с этой стороны. Почему остановили? То есть, первоначальный этап у нас идет очень такой бурный. И дело в том, что вот эти бурбочки, это кипение может привести к тому, что начнется подрыв фоторезиста от поверхности. Поэтому вот на таком этапе мы остановимся. Потом, сейчас дождемся еще вот этой части, когда она хоть немножко. Какие-то будут сквозные протравливания, да? И уменьшим концентрацию раствора, чтобы не было вот этой активной, этого активного кипения, скажем так. Но тут уже у нас, о! Вот, посмотрите. Видите, что осталось? Вот так вот ремни уже выглядят, да? Ну, пусть там они да выглядят. Отравятся. В общей сложности все у нас уже протравилось. Да, вот там вот. Останавливаем реакцию. То есть, сольем мы сейчас наш травильный раствор. Поехали. Аккуратно. И водой немножко зальем. То, что здесь находится, потом дотравится. Мы будем извлекать постепенно. Тут полегче будет скопом так, да, прихватить. Ага. О! Это удачный захват. Отверстия на ремнях есть. Ну, в общей сложности травления можно сказать прошло очень даже неплохо. Ладно. Что нам остается дальше? Как говорится, последний штрих необходимо будет смыть остатки фоторезиста с этих наших самых деталей. И уже тогда полюбуемся окончательно. Что у нас получилось? Просушили все наши так сказать сложности, которые были нашим чернистым пути. Промывать будем растворителем вот такого плана 647 на нитрооснове. Естественно. Сейчас немножко туда зальем аккуратно. Постараемся не разлить да давай ну ой это многовато а ничего мы люди не жадные запах пошел но ничего ну и в общей сложности вы можете видеть как промываются наши уже изделия фоторезиста фоторезиста хорошо промыть виднеется красивая чистая медь пожалуй хватит уже наверное сольем раствор потому что он уже не чистый да да и немножечко сюда воды промыть давайте еще шо это было шо это бахнуло пробку выбило покажу и шо самое интересное внимание смотрите так видно вам да видно вот здесь вот пробка она была закрыта раствор травильного закрыта ее выбило она перевернулась и стала на место ну вот такие вот чудеса природы ладно ну ладно ладно потом закроем ее получше так а чего я хотел сделать что я хотел сделать ладно так промыли ну можно сказать что пром промыли да возвращаем и необходимо их просушить просохла она уже по-моему потому что салфетка сразу же впитала ну вот такие вот у нас получились пуговицы звезды ремни чрезплечные ремни получились практически идеально а вот у нас хорошая пуговица скажем так и таких можно пуговиц выбрать сколько угодно здесь а вот звезда у нас практически идеальная самая сложная ситуация это с прягами давайте найдем это перетравилось к сожалению вот это вот штука которая ремни держит вот она она получилась прекрасно тоже прекрасно с пряжками проблема передержали не передержал немножко но тут есть такие пряжка вот она все тут написано все читается все протравилось бортики есть прекрасно ну в общем вот такая вот ситуация с нашим травлением да вот наша работа собственно проделанная конечно нельзя сказать что это просто опять же уже в очередной раз повторюсь чем больше практики тем проще это сделать ну вот так это выглядит все видно что-то да ну хорошо будем считать что видно ладно давайте сделаем по-другому а так видно о ну теперь виднее да это хорошо вот так это все выглядит ремни эти можно использовать для военно-исторической миниатюры когда вы допустим производите скульптуру вместо того чтобы лепить ну я сомневаюсь что такое отверстие можно аккуратно вылепить имеется ввиду каприобразное может кто-то может не вопрос пожалуйста но такой вот способ на мой взгляд проще легче нежели лепить ну и продуктивнее таких ремней схватит раз-два ну в общем на немалое количество фигур ну что ж по традиции соберем так сказать финальный натюрморт что мы использовали ну не все конечно есть инструмент будем такой основной так ну изделия наши готовые да так как это конечно же макет давайте так положим его макет макеты да вот они видно хорошо ничего бы этого бы не было если бы не наш фоторезист вот он сюда так с краешку его да или как так а давайте так собственно лежит лежит ну давай ложись не хочет там болтается внутри жидкости о ну устоялся устоялся тихо спокойно лежит всякого рода химия давайте поставим здесь соль вот он в перпи давай положим сюда кислоту вот наша господи как она называется перекись водорода вот пинцет ну он всегда он всегда будет потому что очень удобная нужная штука весы естественно куда их тут втулить можно это у нас что так вот сюда втулили краешком ну видно да ну и хорошо в общей сложности технология показана ключевые моменты обозначены заходите на канал подписывайтесь ставьте лайки да обязательно ну и за труды наши слышите слышите да я тоже хочу услышать большое вам спасибо за внимание и до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...